Всем привет! Сегодня видео по вашим запросам. Я буду рассказывать о косметике MAC для непрофессионального использования. Вы знаете, что я любитель, я не визажист, но тем не менее, 4 года тому назад я впервые отправилась в салон MAC для того, чтобы приобрести какие-то хотелки, для того, чтобы познакомиться с брендом. И также сегодня будет, знаете, такое не затуманенное разными пиар-рассылками видео. Я хочу поделиться с вами своим мнением о бренде, о том, что я бы купила, что я советую попробовать, что служит мне уже не первый год, что я покупаю повторно. В общем, я так прикинула около 15 единиц из моей коллекции, а то и больше. Я купила сама, некоторые средства покупала повторно, что-то дарила маме, близким. В общем, давайте поскорее начнем. Первый мой самый главный любимчик, который со мной на протяжении всех этих лет, это пудра для лица из линейки Mineralize Skin Finish. Я ее покупала раза 3, а то и 4. Всегда беру один и тот же оттенок Mirium. Он подходит мне безупречно. У них, кстати, есть как самые светлые для настоящих белоснежек, так и более глубокие темные тона. Это шикарная сатиновая пудра, но она не полностью минеральная. Чего от нее ожидать? Во-первых, у нее мельчайший помол, ее надолго хватает и она придает коже оттенок. Она прекрасно сглаживает все поры, скрывает морщинки. Я ее наношу поверх легких тональных средств, когда я нуждаюсь в более плотном покрытии или когда что-то пошло не так. То есть смотришь, как будто какие-то комки. Тональное средство лежит не идеально. Наношу эту пудру и вуаля, происходит магия, все выглядит чудесно. И второй способ. Сегодня именно так я использовала эту пудру. Я беру обычный влажный спонж или даже сухой и наношу эту пудру в качестве тонального средства. Так делает моя мама, потому что она не слишком любит тональные и она просто в восторге. Это не матовая пудра, но тем не менее, она так красиво, живо выглядит на коже. Это такой небольшой перелив, это не свечение, которое видно будет за километр. Нет, все очень так благородно. И вообще, это настолько простая универсальная пудра, которая не требует специальных навыков нанесения макияжа. Берем любую кисть-спонж и всегда будем довольны результатом. И еще, девчонки, когда я делаю какую-то растушевку теней, выхожу слишком далеко, меня что-то не устраивает, я беру обычную любую кисть и подтираю границы. Тогда тушевка становится плавной и вообще все выглядит гораздо лучше. Эту пудру я также иногда наношу под глаза, в основном на какие-то особенные случаи, потому что все-таки она дает дополнительное покрытие и я в этом не всегда нуждаюсь. Следующий мой must-have марки MAC, это база под тени. Вы будете смеяться, но когда я первый раз пошла в MAC, я хотела купить именно ее и помнила, что это что-то на P, то есть Prep and Prime. Но я настолько запуталась и тогда купила Paint Pot, которым я тоже очень довольна, но не суть. Эта база под тени тоже очень универсальная, она имеет такую плотную слегка силиконовую текстуру, ее надо буквально немножко. И вот этой баночки вам хватит на всю жизнь, она у меня уже год и с ней ничего не происходит, ничего не изменилось, она такая же приятная в использовании, она выполняет все свои функции. Я не боюсь пользоваться чем-то чуть дольше, чем указано на упаковке, если средство работает. Так вот, база не имеет никакого оттенка, без проблем наносите ее на веко, при этом не растягиваете его, потому что бывают такие сухие базы, которые лично я не очень люблю. Благодаря этой базе абсолютно все тени гораздо проще растушевываются, они имеют более глубокий насыщенный оттенок, еще и очень хорошо держатся в течение всего дня. Для меня эта база абсолютно несравнима с популярной Urban Decay, вот эта более универсальная, она не будет сушить веки, но она выполняет все-все-все задачи на 100%. Дальше это, конечно же, консилер Pro Long, сначала я его не совсем поняла, а потом просто обожала, теперь использую, но не каждый день. Это незаменимая вещь в моей косметичке, потому что иногда у меня случаются какие-то вечерние выходы или долгоиграющие мероприятия, когда мне хочется выглядеть безупречно, когда мне есть что скрывать под глазами и на лице. Это очень стойкий консилер, я бы не советовала пользоваться им прямо каждый день. Хотя все мы разные, может у кого-то не такая сухая кожа на лице, как у меня, сегодня я нанесла его в небольшом количестве под глаза, и это единственный консилер, который не скатывается. Давайте я скажу пару слов по сравнению Start, он у меня тоже есть, это Shape Tape, его я просто ненавижу, потому что он беспощадно сушит область под глазами, он слишком плотный, его будет видно. И даже для вечерних выходов, даже в минимальном количестве, растушевывая его губкой, ну для меня это что-то ужасное, поэтому я предпочитаю MAC Pro Longwear, он гораздо более стойкий на лице. Я его наношу на какое-то воспаление, даю ему застыть и потом растушевываю границы, и все, его не сдвинет с места ничто. Под глазки, конечно же, советую его наносить на мероприятие, когда вы нуждаетесь в безупречном макияже, он не скатывается в морщинки, если у вас их нет. То есть иногда бывают консилеры как Shape Tape, которые создают впечатление какой-то корки под глазами, вот этот консилер, как и каждый другой, будет скатываться в имеющиеся морщинки. Если они у вас глубокие, это, как мне кажется, неизбежный факт, но если его правильно нанести на возрастную кожу, которая предварительно была увлажнена или даже напитана хорошим таким богатым кремом, наносим немножко этого консилера, излишки убираем при помощи бьюти-блендера и сразу же все припудриваем при помощи какой-нибудь несушащей пудры. Кстати, забыла сказать, что вот эта пудра мне ничего не сушит, и в таком случае вы будете довольны, ничего не должно оседать в морщинках, проверено на моей маме. Этот консилер имеет среднюю к плотному покрытию, зависит от того, как вы его нанесете, имейте в виду, что это все-таки застывающий консилер не на каждый день. Моя безграничная любовь это румяна MAC, у них есть столько разных финишей и оттенков, к примеру, хотите матовые румяна в каком-то необычном оттенке вам MAC, хотите румяна на каждый день с легким таким переливом, вы тоже найдете их MAC. Короче, если хотите найти что-то конкретно для себя, то идите в корнер, без проблем можете все пробовать, я вообще иногда прихожу со своими кисточками и потом наношу это все на себя. Также на Look Fantastic представлена, ну большая часть, наверное, бренда, поэтому вы можете заказать там, если, к примеру, MAC недоступен в вашей стране, хотя я не знаю, в каких конкретно странах продается MAC, наверное, в большинстве стран он все-таки есть. Первые румяна это сатиновые румяна, я их приобрела 4 года тому назад и до сих пор ими пользуюсь, они в таком же состоянии, не считая того, что сегодня я впервые увидела в них дно. Их хватает на очень долго, многое зависит от того, какими кисточками вы пользуетесь, насколько обильно наносите само средство на ваше лицо. Если у вас никогда не было румян, у вас довольно светлая кожа, вы имеете тенденцию перебарщивать с ними, вы не умеете ими пользоваться, то оттенок Well Dressed вам очень подойдет и понравится. Это светлый оттенок румян, они сатиновые, то есть, вот знаете, как шелк, он не блестит, но он очень красиво переливается. Это свежесть для лица в упаковке, если вы мало спите, если у вас напряженный образ жизни, вы молодая мама, вы хотите что-то быстро нанести, чтобы не выглядеть матрешкой, то вам очень понравится. Сначала может показаться, что в них вообще нет пигментации. Я их купила, пришла домой и думаю, вообще в чем дело? Но потом взяла кисть, нанесла на личико и поняла, что это идеальный оттенок румян для меня, особенно в холодное время года, когда я довольно светленькая и когда мне хочется цвести и пахнуть. Я, конечно, сейчас утрирую и только сегодня я заметила, что появляется дно, то есть их хватает прям на очень-очень долго. У них есть популярный оттенок Melba, это матовая румяна, такие более, наверное, коралловые, они уже прям очень пигментированные, и если их наносить в минимальном количестве, вы посмотрите, как красиво будет выглядеть ваше личико. И второй оттенок из матовой линейки у меня Baby Don't Go, не матовой, простите, Prolonger, то есть стойкий румяна, он уже отличается от тех, которые у меня есть. Вообще, я этот цвет использую в качестве скульптора и бронзера, сегодня он также на мне, я не уверена, что он есть в продаже, потому что я его заказывала в Америке за полцены, и мне показалось, что это говорит о том, что их снимают с производства. Но если в ваших странах он представлен, вы ищете средства 2 в 1 и бронзер и скульптор, с которым вы не будете регулярно перебарщивать и выглядеть как Ким Кардашиан, когда идете на работу в 7 часов утра, то это очень хороший вариант. Единственное, что он не настолько плотно спрессован, как вот эти румяна, к примеру, и он чуть быстрее заканчивается. Это моя вторая упаковка, ее я купила осенью, надо просто поискать в магазинах, возможно, он еще есть. И румяна из минеральной линейки своей Dainty, которую я покупала 2 года тому назад, я отдала маме, и она уже их заканчивает, потому что это ее самая любимая румяна, и у нее более темный оттенок кожи, поэтому она так щедро наносит, говорит, что я их не вижу, но она так на 2 тона темнее, чем я. Он такой персиково-розовый, с небольшим переливом, очень красивый, универсальный, подойдет многим из вас. Я его отдала маме только по той причине, что у меня слишком много косметики, но я сама им пользовалась на протяжении, наверное, года. Вот, оттенок, который я хочу показать сегодня, это Gentle, он отличается от всех остальных, которые у меня есть, которые я видела в других брендах. Вообще, у MAC довольно часто такие очень интересные оттенки, и вот этот конкретно, он как будто холодный, вот знаете, как слива, или не знаю, что-то пыльно-розовое, может даже, с небольшим золотистым переливом. Но это не металлик, это не что-то такое, что сразу бросается в глаза, это очень и очень красиво выглядит на лице. Наношу в небольшом количестве, потому что я бледнолицая, но когда это загорелая кожа, что тут сказать. И я ими пользуюсь уже не первый год, много раз вам советовала, они чудесные. Следующее, что я бы обязательно купила в MAC, это их тени, причем я не собираюсь советовать вам палетку за 150 долларов, мне ее подарили, но у меня есть несколько оттенков, которые навсегда поселились в моей косметичке, и сегодня я сосредоточусь именно на них. Надо сказать, что тени от MAC очень сильно спрессованы, их надолго хватает, и мне вначале казалось, что они довольно сухие, и в них как будто не хватает пигмента. Это не так на самом деле, многое зависит от кисточек, это раз. Во-вторых, эти тени можно наслаивать, то есть, если вы не умеете краситься, то для вас это несомненно плюс, потому что раньше у меня было так, я беру тени лорак, наношу огромное пятно, потому что у них такая бабам пигментация, знаете, и потом, что с ним делать, как это все растушевать. Тени MAC, они прекрасно наслаиваются, они дают такой эффект, как вы хотите. Хотите чуть-чуть, прям минимум для повседневного использования, получайте. Хотите сильную пигментацию, два раза махните кистью, то есть в упаковку, на глаз, еще раз повторяем то же самое, и у вас получается очень-очень насыщенный макияж глаз. Если бы сейчас у меня не было ни одной палетки теней, мне пришлось бы собирать свою первую универсальную на каждый день. Ну, у всех разные предпочтения, я, к примеру, не нуждаюсь в черном, с меня хватит базовых каких-то, несколько интересных оттенков для разнообразия и темно-коричневый. Тут все исходя из того, как вы привыкли или хотите научиться краситься. Итак, первый оттенок сатиновый, это универсальный бежевый, почему не матовый, называется он брюле. Дело в том, что когда наносите матовый цвет на все века, ну не то, чтобы все плохо растушевывается, нет, но когда это сатиновые тени, особенно под бровью, когда вам надо сделать плавный переход, все как-то гораздо лучше ложится, что ли. Это мои личные наблюдения и сейчас я обожаю вот этот оттенок. По этой палетке не видно, насколько часто я ею пользуюсь, но поверьте мне, что очень-очень часто. Следующий цвет, который мне нравится, это Hey, будем говорить Hey. Этот оттенок находится у меня в уголке глаза, это идеальный цвет шампани, что ли, что-то в этом духе. Далеко не ванила, я не очень люблю пигмент ванила. Если выбирать между пигментом Naked, который есть у меня и в большом формате, и в мини-формате, я также покупала, то все-таки гораздо более компактный и универсальный для любителя макияжа вот этот Hey. Дальше для прорисовки века у меня есть абсолютный must-have, тени, которые я никогда ни за что, ни на что не променяю, ну разве что вопрос будет стоять очень остро. Это оттенок Malt, это матовые тени, с него начинается любой сложный вечерний макияж, если я хочу что-то такое сделать. Сегодня он также у меня в складке века, сначала может показаться, что это обычный серо-коричневый цвет, что в нем такого особенного. Но если вы светлокожая девушка, к примеру, на моей маме он только в качестве основного цвета может выступать, но для меня это настолько интересный оттенок, и благодаря ему и цвет глаз смотрится совершенно другим, и века не таким плоским. Что-то в нем есть такое уникальное. Мало того, этим оттенком заканчивается каждый мой самый обычный базовый повседневный макияж, я просто наношу что-то светлое на все века, вот эту в складку для того, чтобы века не казалось каким-то таким грустным, унылым. В последнее время каждый день им пользуюсь, если крашусь. Если же вы хотите купить что-то просто серо-коричневое, что-то, что подойдет очень многим, это универсальный оттенок, он абсолютно не режет, не делает глаза заплаканными, и сегодня он у меня нанесен на нижнем веке с более темным. Следующие тени, которые я обязательно купила бы в мак, как только подсобирала бы денежек, это оттенок фукс, все произносят по-разному, я обязательно оставлю полное название в описании к этому видео, и постараюсь также найти ссылки. Он настолько интересный, он кажется обычным матовым, но ничего подобного. Его можно наслаивать, и сейчас камера съедает очень много цвета. У меня не такой-то нюдовый макияж сегодня. Если хотите слегка что-то там подкрасить, то у вас-то получится. Если хотите вечерний макияж, он вам тоже в этом поможет, причем его будет видно на более темненьких девушках, как и на светлых. Просто все зависит от того, сколько вы нанесете его на ваше веко. Этот же оттенок представлен в небольшой палетке, которая состоит из 9 цветов. Ее я подарила маме, и она стоит не так-то дорого, если все пересчитать на граммы, и на то, насколько долго вам хватит этой палетки. Называется она Burgundy Times. Вот ее я тоже найду, я оставлю вам ссылку. Говорила-говорила, и в конечном итоге я совсем забыла сказать, что последним оттенком матовых теней на каждый день, в принципе на любой случай жизни, был бы вот этот под названием Espresso. Это обычный матовый темно-коричневый цвет. Он немножко отличается от того, который находится в палетке Coco Mirage от Tom Ford. И, наверное, я слукавлю, если скажу, что вот этот лучше. Тот из Tom Ford мне нравится чуть больше, но когда у меня его не было, я пользовалась этим и не знала печали. И очень часто, когда мне надо взять несколько теней, вот просто беру Malt, этот и пигмент. Все. Что касается таких украшалок, чего-то более интересного, нарядного, то я просто обожаю тени Sweet Heat из линейки Extra Dimension. Они уже более мягкие. Когда к ним прикасаешься, то они даже кажутся слегка кремовыми, что ли. И вот они выглядят на веки настолько красиво. Их можно наслаивать, их можно наносить влажным способом. Тогда это будет супер вечерний, очень яркий образ. Или пальчиком просто на все веко в качестве основного оттенка для дневного макияжа в небольшом количестве. Вы будете в восторге. И это универсальный оттенок бронзы. То есть он не слишком рыжий, он не красноватый. Он вот такой очень-очень красивый. И к нему я советую присмотреться. То, что сегодня у меня на всем веке. Я нанесла при помощи кисточки, как-то не задумываясь. Это пигмент TEN. И он также представлен в миниатюрах. Если вы его купите для повседневного обычного использования, вам вот так его хватит вовсе. Не обязательно покупать вот такой большой формат. Мне его подарили. Но если бы он у меня затерялся или его просто не было бы, я бы обязательно его купила. Потому что это очень красивая, даже не совсем бронза. Он, ну вот тоже. Его нельзя сравнить с чем-то другим. Но он делает века влажным, если наносить немножечко и кистью. Или можно сбрызнуть фикс плюсом. Тоже получится очень-очень нарядный финиш. И этот оттенок я также использовала для выхода на красную дорожку. Что-то без чего не могу. Это второй бутылек, который я купила. Это необычная вода. Это средство. Сразу много всего в одном. Потому что вы его можете наносить до макияжа в качестве базы. В нем есть глицерин. И благодаря этому все, что вы будете наслаивать дальше, будет как будто прилипать, в хорошем смысле слова, к вашей коже и сливаться с ней. Я же использую этот спрей для того, чтобы зафиксировать свой макияж. Точнее, вот знаете, когда наносишь тональный... Тональный... Никогда его не вдыхала. Тональное средство, потом пудру, консилер, румяна. Господи, сколько там всего. Бронзер, скульптор. И когда хочется, чтобы все не выглядело слоями на лице. И особенно, если у вас сухая кожа. Особенно зимой она склонна к пересыханию. Просто сбрызгиваешь обильно или чуть-чуть, так как я сейчас. Это настолько мягкая дымка. Это не что-то, что вам брызгает в лицо. И это неприятно. Это очень классный бриз. К тому же он смягчает все линии макияжа. Все оседает, сливается воедино. И когда у меня закончился этот спрей, я подумала, наверное, надо купить Too Faced. Попробовать что-то новое. Не тут-то было. Я сразу же побежала в мак и купила новую баночку. И, кстати, если в России и в Украине еще не действует услуга Back to Mac. То есть собираешь 5 или 6 пустых упаковок, в Польше 6, их можно обменять на бесплатную помаду. Поэтому я всегда все сохраняю. Если вы иногда бываете в Европе, советую делать то же самое. Потому что 6 пустых упаковок или чего-то, что вам просто не понравилось, вы можете обменять на бесплатную помаду в любом оттенке из классической стандартной линейки. Если вы меня спросите, почему я в последнее время ничего не говорю о знаменитых пейнтпотах MAC. У меня есть самые популярные оттенки. Это Painterly. Холодный, розовый. Он у меня 4 года или 3, наверное, где-то так. И до сих пор он пригоден к использованию. Как бы текстура не изменилась. Да, он по краям немного подсох. Но он кремовый. Он также хорошо наносится. Сейчас у меня слишком длинные ногти, чтобы залезать в баночку. Это был Fail. И второй оттенок. Мне почему-то хочется назвать его банановым. Это Soft Ochre. И еще Indian Wood. Им я пользуюсь только тогда, когда я прям очень загорелая. Он при растушевке слегка отдает в теплинку. И сейчас, к примеру, он создавал бы эффект заплаканных глаз на моей внешности. Но если наносить в небольшом количестве на уже готовый макияж, то тоже как украшалка. Я думаю, что для визажистов это must-have, как подложка под smokey eyes. Сейчас иногда также им пользуюсь. Но вы часто видите меня с вечерним макияжем? Вот и я о том же. Если бы в моем окружении была подружка-визажист, я бы, конечно же, подарила ей этот Paint Pot. Что касается вот этих дружков, то Painterly для меня это и как база под тени, и в качестве основного оттенка я наносила это средство Soft Ochre. Просто, знаете, мне сейчас как бы нечего перекрывать на веках. У меня нет никаких венок. У меня все держится даже без базы. Вот если надо что-то растушевать, я сейчас как-то в последнее время предпочитаю базу. Ну а так как основной оттенок на каждый день и база 2 в 1 для жирных век, отличный вариант, мне сейчас они немножко подсушивают. Для моей мамы прекрасно. И если вы хотите что-то такое, что будет иметь очень насыщенный оттенок, и долго вам будет служить, то это тот вариант. Они очень плотные, они очень кремовые. По сравнению с Maybelline в похожих оттенках, Maybelline все-таки более гелевые, и они гораздо быстрее засыхают. У меня были популярные оттенки, не помню, 97, ну как-то даже в аналогах вам показывала. Вот эти служат дольше, и все-таки, если есть денежки, то вот эти. Наконец-то мы добрались до помад. За эти 4 года у меня собралась небольшая коллекция самых любимых оттенков и финишей. Давайте начнем с того, что сейчас находится на моих губах в течение всего видео. Это идеальный такой холодный оттенок нюд на зиму, потому что зимой я светленькая, как я уже много раз говорила в этом видео. Это Faux. Просто классная помада, у которой замечательная пигментация, и сатиновые помады MAC все-таки имеют не такую отдушку, как некоторые другие, потому что я не могу назвать ее неприятной, но она не настолько ванильная, как некоторые другие. И моя мама, которая не разбирается в косметике, говорит, что помады отличаются стойкостью и как будто концентрацией пигмента. Вот наносишь, и сразу получается такой эффект. Она очень комфортная, она не блестящая, она не выглядит дешево, в жизни все красиво. Это, знаете, не оттенок корректора, она не совсем яркая, и для меня это просто помада номер один, наверное. Вот, по ней и видно. Следующий оттенок, это мой идеальный, нейтральный нюд, не рыжий, не розовый, вот просто под любой макияж, когда не знаю, чем накраситься, вот он, Modesty. Это уже линейка Cream Sheen, то есть такая увлажняющая, но у нее прекрасная пигментация, и подойдет, как мне кажется, абсолютно каждой девушке. У меня эти помады не скатываются в белую полоску. Между прочим, такое может происходить даже из-за того, что у вас что-то не так с кислотностью, даже из-за вашей какой-то зубной пасты. Я когда-то читала целую статью на эту тему, на самом деле не все так просто. И сатиновая помада Brave, это такой более насыщенный розовый нюд, но на каждый день. И эти помады очень долго служат, они не ломаются, у них очень прочная упаковка, элегантная, черная, и как я сказала, некоторые из них я просто обменяла. Ну, то есть принесла пустое что-то, что у меня заканчивалось, и обменяла на помаду. Следующий оттенок, очень освежающий, вместе со вторым чуть более насыщенным. Первый это Fanfare, а второй Cosmo. Это увлажняющие помады, и мне кажется, что вот эта из линейки Cream Sheen держится чуть дольше, и она светленькая, коралловая, весной, поверьте мне, что она будет делать из вас персик. Вот эта Cosmo, тоже под любой макияж, она не такая яркая, но обе красивые, я не могу выбрать одну. И в принципе, если вы отправитесь в MAC, то вы однозначно подберете что-то для себя, чуть более красное, чуть более интенсивное, вообще светлое, что только душа пожелает, и у нас уже с мамой небольшая традиция. Сейчас у меня слишком много всего, и когда у меня собираются пустые упаковки, мы идем в MAC, и обмениваем их на помаду для нее. В прошлом году, и в позапрошлом, наверное, тоже, я очень часто пользовалась оттенком Velvet Terry. В прошлом году я имела честь представлять этот цвет, и их аромат под таким же названием, но сейчас как-то я, наверное, от него подустала, не знаю, что произошло, как-то вот рыжевато, нюдовые оттенки, как-то сейчас, ну не то чтобы не мое, просто, наверное, слишком много было Velvet Terry в моей жизни, что ли. В общем, пользовалась ею часто, на самом деле, это самая использованная помада из всех MAC, которые у меня были, и нет, это не первая помада, по-моему, Cream the Nude я покупала, или, ну в общем, очень светлая, которая мне не подошла, я мучила-мучила ее, смешивала с другими оттенками, и в конечном итоге купила Velvet Terry. Если хотите что-то трендовое, такое инстаграмное, то присмотритесь к ней, и в прошлом году, на день рождения, я себе подарила Ruby Woo. Это такой супер матовый финиш из линейки Retro Mat, она может подсушивать губы, но мне нравится оттенок, потому что это не классический красный, как Russian Red, очень популярный MAC, мне нравится это тем, что он более смелый, современный, какой-то более яркий, он не такой холодный, но все равно, я его обожаю, и иногда, когда хочется быть настоящей леди, что я говорю, с каждым из этих оттенков, я себя чувствую прям вот в своей тарелке. И последнее средство от MAC, о котором очень мало говорят на YouTube, и вообще где-либо, а я его обожаю, и оно у меня уже практически закончилось. Это такой, как бы карандаш для губ, на самом деле, это очень кремовая, увлажняющая помада, она не настолько насыщенная, то есть, не настолько пигментированная, но она так здорово увлажняет губы, и она имеет такой ванильный аромат, это просто как и уход, и что-то очень красивое, нежное на каждый день, у меня оттенок Kittenish, здоровская, и ее я точно куплю снова. У меня также есть карандаш для бровей, сегодня им у меня оформлены брови, он у меня в оттенке Fling, и сейчас я понимаю, что карандаши для бровей классные в MAC, но для меня он темноват, я предпочитаю что-то не настолько тауповое, то есть, не знаю, то ли светлее сейчас брови предпочитаю, но формула самого карандаша мне очень нравится, он не восковый, он более жесткий, при этом очень хорошо прорисовывают волоски, не саму кожу, выглядит супер натурально, сегодня я немножко перестаралась, и иногда, когда хочется что-то вот по-быстрому сделать, тоже использую этот карандаш, и если вы более холодная блондинка, чем я, то, наверное, это вариант для вас, но вот когда я сейчас вот убрала светлые выгоревшие волосы, то очень даже неплохо нравится, со второй стороны находится, не смотри, находится вот такая пружинка, если что-то пошло не так, быстро вычесывая, без проблем можно убрать, но при этом он стойкий на бровях, если все матовые помады вам очень сильно сушат губы, я думала, что это, знаете, ерунда такая от MAC, это не только от MAC, у меня просто есть несколько баз под помады, вот, и мне как-то подарили вот эту базу, и, слушайте, это работает, она немного такая силиконовая, прозрачная на губах, и это фантастика, потому что ни одна помада не размазывается, она не так сушит, все матовые, не только MAC, и для меня это спасение, иногда, когда, знаете, губы пересохли, я даже поверх прохожусь, потому что она очень хорошо увлажняет губы, и, наверное, если бы у меня было, но все от MAC, и хотелось бы еще что-то, я бы однозначно купила эту базу, но вот так сама как-то, я бы ее не попробовала, думала, что она мне просто не нужна, но сейчас постоянно наношу это средство, перед тем, как накраситься матовой помадой, и пудра от MAC, о которой я говорила в фаворитах года, это Next to Nothing, хочу сказать, что я ее пользуюсь очень часто, но по сравнению с моей минерализированной, все-таки она немножко проигрывает, потому что она не дает оттенок, она чуть больше матирует, но это будет идеальный вариант для тех, кто хочет иметь пудру, которая не дает плоский матовый эффект на лице, просто хорошо закрепляет макияж, она практически прозрачная, если вы чуть-чуть прогадаете с оттенком, то ничего страшного, у нее очень классное зеркало, здесь упаковка прочная, она не разваливается, есть пуховка, и когда мне надо что-то там подправить в течение дня, такое бывает редко, ну, в основном я ее пользовалась летом, вот, убрать жирный блеск, немножко скрыть поры, вот, то наносила ее вот такими похлопывающими движениями, можно легкой какой-нибудь кистью, и в принципе это все, я ничего вам не скажу о кисточках мак, потому что у меня есть всего одна, и то, а, вот она, как раз под рукой специально ее принесла, это 133, сейчас у меня просто много разных кисточек, которые мне подарили, которые я покупала ранее, сейчас, наверное, если бы я собирала свой базовый набор, и у меня был на это бюджет, я бы, конечно же, обратилась в мак, эта кисточка, она как, знаете, лапка котика, но вот эти, мне кажется, не обижаю никого, более прочные, ну, не знаю, просто я иногда, вот знаете, ее забрасывала в косметичку, куда-то ехала, рукоятка здесь не скалывается, не разваливается, как-то вот эта кисточка мне нравится еще больше, она мягенькая, натуральная, ею я наношу пудру под глаза, замечательную для хайлайтера, и, наверное, в первую очередь, я бы все-таки отправилась в мак, и собрала бы набор именно там, конечно, это не все, что у меня есть от бренда мак, мне послевелось дружить с самим брендом, иногда я могу даже что-то попросить на обзор, ну, зачастую, не знаю, я, наверное, какая-то странная, но мне доставляет огромное удовольствие просто отправиться в магазин, меня уже там знают, и купить себе что-то, порадовать себя чем-то, потому что я знаю, что эти средства меня не подведут, и сегодня я решила показать то, что я купила бы снова, и могла бы посоветовать всем своим самым близким, девушкам, подружкам, молодым людям, всем, кто пользуется косметикой, и не только любителям, но и профессионалам, потому что это базовые средства, которые я бы положила в косметичку визажиста, если бы им была. Я надеюсь, что вам было интересно, вам понравился мой честный отзыв. Всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.